Звездного времени суток вам, граждане! В эфире 256 выпуск. Сегодня поговорим о модульных миссиях и получим больше информации о профессии инженера. А чтобы не пропустить наше видео, лайкайте, подписывайтесь и жмите колокольчик. Все ссылки в описании в видео. В начале выпуска инсайда Джаред произнес речь, посвященную ситуации, сложившейся с выходом в лайф патча 3.18. В общем и целом, это не просто патч в известном нам понимании. В этот раз произошли монументальные изменения с полной заменой кода постоянства и прочих элементов, и разработчики прекрасно понимают, что проблемы в работе серверов очень расстраивают игроков. Однако, иногда надежды на идеальный старт не оправдываются, и они делают все, чтобы восстановить полноценный функционал. А наша задача дать как можно больше данных телеметрии, упорно пытаясь взаимодействовать с игрой. Впрочем, нашему сообществу терпения не занимать, и мы стиснув кулаки прорываемся на сервера и сражаемся с тупящим и иногда кажущимся мертвым бэкэндом. Далее сам выпуск был посвящен внедрению системы модульных миссий. Ранее разработчики тратили недели на создание новых заданий с нуля. Также, поскольку миссии создаются разными людьми, им присущи различные уникальные баги, с которыми также приходится впоследствии разбираться. Теперь же вводится система процедурной генерации миссий. Задания будут строиться из заготовленных и проверенных модулей, что позволит значительно сократить время для их разработки, при этом минимизирует количество возникающих ошибок. Вариативность новых заданий будет намного свободнее. Вы сможете начать, к примеру, с доставки посылки, а продолжить сбором материалов или устранением какого-либо персонажа. Также появятся сопутствующие задания, не обязательные к выполнению, как это часто реализовано в других ММО. Параметры каждого элемента задания будут всесторонне настраиваться. Что? Откуда? Куда? В каком порядке? Вплоть до полной рандомизации, если так решит разработчик. К примеру, в заданиях на Сальваж будет внедрен таймер, по истечению которого к вам прибудет NPC-конкурент. Этот персонаж не будет особо опасным для вас и в случае конфликта попытается сбежать. В зависимости от того, что вы предпримите, отпустить его или уничтожить, миссия может пойти по самому разному пути. Планируются различные групповые контракты от Nine Tails, баунти, которые потом перейдут в Сальваж или сбор ресурсов. Вы можете не знать, на что подписывайтесь и как все обернется в процессе, и вам придется адаптироваться. Также идет работа по миссиям по крафту, когда эта система будет внедрена в постоянную вселенную. 17 марта вышел очередной лайф, посвященный инженерам с участием Торстена Лаймана. Для аналогии привели пример автомобилей, их износ и поломки. То, с чем сталкивается любой автолюбитель. На базовом уровне сами пилоты смогут позаботиться об основных функциях и работоспособности корабля. Однако, если вы хотите вытащить все доступные резервы корабля или добиться более тонкой настройки, как в специализированных автоателье, тогда вам понадобится квалифицированный инженер. Собственно, этот лайф стал более глубоким погружением в тему прошлого инсайда. В этот раз обсудили возможности инженера в контексте ситуации мягкой смерти. К примеру, если у вас нет необходимых деталей, таких как универсальные реле, которые по-видимому в первую очередь будут выходить из строя, то вы сможете их позаимствовать с периферийных систем, чтобы обеспечить подвижность и функционал ключевых систем корабля, чтобы добраться до дока. Также, все три заявленные специальности инженера сможет выполнять и один член экипажа, поскольку у нас нет перков или веток умений. В лучшем случае, даже сам командир Идриса сможет при крайней необходимости покинуть мостик и заняться починкой систем. Тут важно понимать, что именно ты делаешь. В отличие от ремонта, тонкая настройка должна проводиться на полностью работоспособных системах, с их отключением, тюнингом и последующим введением в эксплуатацию. Частота случайных неисправностей еще будет балансироваться, но в общем, они должны случаться достаточно редко, однако при недостатке обслуживания их частота будет увеличиваться. Разгон компонентов будет ускорять их износ и также чаще приводить к поломкам. Чем крупнее корабль и чем больше на нем различных систем, тем чаще будут происходить неисправности. Целью является сделать этот геймплей достаточно сложным, но при этом интересным. К примеру, в задачи инженера будет входить непосредственное участие в абордаже или взломе систем защиты, а также в саботаже в работе вражеского корабля, перегрев или переохлаждение компонентов с последующим их уничтожением, а также показанный в недавнем видео взрыв в туалете. Все это в планах разработчиков. Во второй части нас познакомили с Анной, актрисой озвучки в Squadron 42. Это еще одна интересная история, как сразу после обучения, несмотря на разносторонние умения, танцы, драматическое искусство и так далее, она была принята в CIG в качестве актера озвучки, и это полностью изменило ее жизнь, поскольку именно концентрация на работе с видеоиграми сделала профессию безумно интересной. На сегодня все, спасибо, что были с нами, а если вы хотите стать частью одного из самых активных и крупных сообществ Star Citizen, мы вас ждем у себя. Для нас главное, ваше желание и адекватность. Также регистрируйтесь по реферальному коду, размещенному под видео и получайте 5000 внутриигровой валюты. Увидимся во вселенной! Субтитры создавал DimaTorzok